Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Алексей Мохаммад Набеев. Я сегодня являюсь частью команды прототипирования компании «Ядро микропроцессора». Хочу вам рассказать о том, как можно устроить удаленный стенд с ФПГ. Мы пройдемся аккуратно, вспомним, как выглядит локальный стенд, сделаем из него удаленный, соберем пул стендов, снова их разобьем, изолируя друг от друга, и немного затронем тему автоматизации доступа и поддержки стендов. Основным сценарием использования стендов с ФПГ является целевая как раз отладка РТЛ в ФПГ, то есть отладка интеграции под систему, работа со внешнепериферийными устройствами. После того, как работа по плесоводу закончена, стенд плавно передается программисту во многих случаях. Это отладка на голом железе, на соцпроцессоре, на имплементированном, может быть, на отдельном кристалле процессоре, подключенном, вместе с тандемом с плесиной идут, либо драйвера для Linux, также могут отлаживаться на ФПГ, как на прототипах. Ну и, соответственно, нельзя забывать о постоянном тестировании тех изменений и функций, которые мы добавляем, чтобы они не ломали те функции и изменения, которые уже были до этого. То есть три основных сценария использования стенда. На основании этого мы можем предположить, как должен выглядеть примерно стенд общий. То есть в данном случае рассматриваем инструменты для работы основные. Я рассматриваю в рамках работы с слизистинами от Сальникса, поэтому это отладчик-программатор для X-Альница, общий J-Link программатор-отладчик для софт-цепу, для многих цепу других, в том числе и железных, стандартный ART-USB и E2S, E2C, извиняюсь. Также могут включаться в работу логические анализаторы. Это просто можно делать удаленно, астографы, наверное, удаленную работу исключают в данном случае. И основа того, что было уже сказано, что у нас три основных случая использования сценария. Это плесовод, программист и система тестирования. Одновременно мы работать на этом сцене не можем. Поэтому мы рассмотрим, как сделать его довольно просто удаленно. В рамках тулов Ксальникса мы можем просто увидеть, что, запуская Hardware Manager, он запускает HV-сервер локально, просто называет его лог-хост, захватывает доступный ему программатор, обозначенный цифрой 3, и по цифре 4 обозначен доступный уже сквозь программатор плесина. То есть буквально простым движением руки, запуская HV-сервер на инструментальной машине, мы получаем уже запущенный сервер, подключаясь к нему просто по IP, по-новому. Соответственно, мы уже пришли к удаленному стенду. Можно было уже, в принципе, разойтись, но, как всегда, есть определенное «но». То есть в данном случае мы получили удаленный стенд, по которому уже можно подключаться к каждому из программистов и при этом друг другу не мешать, ну, мешать, но как минимум не переходить к одному компу, там, по очереди меняться. То есть пришел программист, поработал на лампе, пришел плесовой, поработал на лампе, пришла система тестирования или тестировщик, поработал на лампе. Неудобно. Соответственно, это в данном случае будет первым шагом к более удобной работе. Так, но у нас возникает проблема. Первая проблема при удаленной работе — это очень часто отваливаются USB-устройства. Причин тому может быть много. Допустим, нестабильность по питанию USB-порта, либо когда ресурс USB-устройства занимает какой-либо процесс чужой. Допустим, разработчик оставил после себя, забыл, ты приходишь, запускаешь свой тул на тот же USB-девайс и получаешь зависшее устройство. То есть ты не можешь получить DOS. Ну, можно, конечно, отследить, посмотреть, кто убил. Но при частном стечении обстоятельств эти устройства остаются просто отвечать. Единственным выходом — это мы просто переключаем по USB-устройство. В данном случае проект U-Hub Control предлагает решение по поводу того, что предлагает, опять же, консольное приложение для управления USB-устройствами. Но есть маленькая особенность. То, что если вы когда-нибудь пробовали использовать управление питанием по USB-порту, то с большинствой вероятностью у вас не получалось этого сделать. Причина довольно проста. Несмотря на то, что UB-стандарт описывает специальную функцию USB-порт power-switching, то есть возможность программного управления питанием порта, но каждый читает стандарты по-своему, поэтому в USB-хост-контроллере эта функция может быть, в принципе, нереализована. Если реализована, то в схеме может быть не использована эта возможность. А если в схеме использована, то прямо во время монтажа это можно быть не смонтировано в целях оптимизации стоимости устройства. Вот и получается, что очень сложно с нашей стороны выбрать то устройство, которое сможет спокойно и гарантированно управлять USB-портом. В данном случае проект собирает на своих страничках список поддерживаемого устройства. То есть у них в истории можно наблюдать, что некоторые стоимости пропадают, некоторые появляются. Это может зависеть от того, что USB-хаб в разных сериях просто не монтировал часть схемы, которая отвечает за эту часть. То есть мы делали свой выбор на основе этой таблицы, которая содержит от МОХи известную у нас. Они подизонируют свой хаб как промышленный. Соответственно, мы надеемся, что это увеличит стабильность, как дополнительное отдельное свое питание тоже увеличит стабильность питанию. То есть на этом этапе мы добавляем в нашу схему USB-смарт-хаб. Он еще нам поможет в будущем. И уже на основе этого программистов, лесоводов не обязательно бегать или кому-то сидеть возле стендера, а просто перетнуть устройство. Такое нередко бывает. У нас в работе на этой неделе, допустим, было очень часто отваливание просто USB-устройства. Единственное решение – это просто переключение по Таню. Так, ну, теперь мы попробуем вместе собрать несколько стендов по данным управлениям. То есть соберем их в пул и посмотрим, как это выглядит. То есть мы добавляем, к одному инструментальному PC, к компьютеру. Извиняюсь. Мы добавляем к одному инструментальному PC несколько устройств. То есть также вешаем каждый на свой хаб. То есть у нас получается, что для HV-серра Xilinx требуется отдельный TCP-порт. Еще три дополнительные хонжи требуют для отладки своих софт-цепу, хадвард-цепу. Также OpenOCD, то есть чем работает у нас с J-Link, тоже требуется отдельный TCP-порт. Получается, что у нас четыре порта, TCP-порта, и порядка четырех USB-устройств на один стенд. Если у нас два стенды, это уже по восемь портов. Если у нас 30 стендов, то это уже, соответственно, много портов получается, много USB-устройств. Их приходится поддерживать как-то. То есть нужно актуализировать соответствие USB-устройства, соответствие USB-порта, которые соответствуют самому стенду. Получается, табличка довольно крупная. И это создает проблему, потому что ее нужно поддерживать в актуальном состоянии. Во время работы, когда разработчик садится, ему нужно вспоминать, а с какими портами он работает. А тем же ли он портам стучит, потому что сегодня он посидел на одном стенде, а завтра пересел на другой. То есть это меняется. В скриптах нужно править постоянно и поддерживать в актуальном состоянии. То есть проблемы, которые возникают в этот момент, часто очень. Большие таблицы соответствий нужно вести. То, что занимается чужой TCP и TCP порт, занимается чужое устройство. И нередко бывает, как убивает чужие процессы. То есть кто-то работает на одном стенде, приходит и случайно, специально. Может быть он подумал, что это мой порт был, я убью этот процесс. А потом разработчик не всегда сразу понимает, а что произошло, почему у него перестало все работать. На это тоже хватит время. Какими проблемами, ну такие проблемы можно решить системой изоляции. То есть мы должны изолировать друг от друга эти стенды. С одной стороны, можем поставить PC под каждый стенд, но если у вас 30, это уже становится накладно. Есть более простой путь, это виртуализация или контейнеризация. То есть мы добавляем на инструментальном PC, запускаем несколько виртуалок под каждый стенд. Это не обязательно виртуальная машина, может быть докер-контейнер. Но по моему личному опыту работы с докер-контейнерами, когда я с ним знакомился, там были костыли по поводу проброса устройств и проброса всех событий внутри контейнера. Плюс организация самого контейнера, его идеология, немного усложняет подготовку дистрибутива, то есть базового образа для работы ксаник-стулов. Потому что нужно удовлетворять все зависимости, о которых не знает даже сам файликс. То есть ты только в пути будешь запускать, о, не заработала, библиотека не поймалась. И пытаешься понять, что это за файлик, что это за библиотека. Соответственно, мы сейчас пошли в пути того, что пытаемся организовать как раз стенды именно виртуалках. Потому что здесь все упрощается, поскольку у нас вся цель не усложнить процесс, а упростить его. Чем проще, тем лучше. Чем проще поддерживать, тем проще пользоваться. В результате виртуальные машины позволяют сохранить при наличии индивидуального IP-адреса у каждой виртуальной машины, сохранить стандартные порты. То есть получается, разработчик подключается к виртуальной машине и получает стандартные 4 порта. Их не 70, не 100, они стандартные. Их не нужно смотреть в библиотеке, не нужно смотреть в таблице. Они просто есть. Ты уже пользуешься им, до этого пользовался локально 10 лет, и пришел, и ты совершенно так же пользуешься и здесь. Еще одна рекомендация, то есть, что касаемо USB-устройств. Вот, тоже, извиняюсь, забыл сказать, что мы выбрасываем не просто USB-устройства, которые соответствуют какому-то стенду, а выбрасываем просто один хаб. Соответственно, получается, что если мы меняем подключение USB-устройств, мы получаем, что виртуалка автоматически проваливается. То есть у нас нету проблемы с поддержанием стэнда. Мы ставим стенд, на него хаб. Мы сразу явно понимаем, что вот это от него. Во время работы со стендом физически я хожу, подключаю. Мне проще всего, мне думать надо. Я подключу USB-устройство, и оно повалится в виртуалку, которому нужно. Думать, что мне нужно заполнить таблицу какую-то, потом ходить спрашивать, смотреть в нее нет. Это мы вот лишили довольно просто, простым решением. Еще один плюс, который позволяет, ну, рекомендации, наверное, завести под эту подсеть отдельную, свою. Потому что это будет проще в администрировании со стороны, с точки зрения сетевых администраторов. То есть это в правилах будет прописано. В такой-то подсети на 4 порта мы даем доступ с такой-то IP. И получаем уже более простую систему в администрировании сетевой точки зрения. Мы получили уже в этом месте, да, и используем один базовый образ для всех виртуалок. То есть когда мы пытаемся накатить какой-то дополнительный софт, мы просто перезапускаем систему с базового образа уже подготовленного. Один на всех. То есть система получается идентична на 30 стендов. Довольно простыми усилиями. Ну и, соответственно, если мы еще интегрируем это с корпоративной актив-директорией или, как любой системой, авторизации, то получим, то есть, а поскольку у нас виртуалка с платинами Linux-системы, то получаем, что мы имеем уже систему контроля доступа. Можно по группам, можно индивидуально. Ну, в общем, наверное, на этом этапе мы закончили. Но все-таки остается еще одна проблема. Это одновременный доступ к тому и тому же стенду. То есть, когда человек приходит и говорит, что мне нужен стенд номер один, он не знает, в этот момент занят стенд или нет. То есть он может прийти и опять так же убить процесс. То есть мы, с одной стороны, вроде как упросили, разделили, да, случайность уже сильно меньше. Вероятность того, что убьешь чужой процесс, она сокращается. Но все-таки ты можешь прийти на чужой стенд. Для этого у нас в соседних командах предлагают использовать, в нашем случае мы только еще рассматриваем этот, но это при ближайшем рассмотрении наиболее подходящий тул для решения, если не единственный. Это проблема, особенно касаемо стендов. Они предлагают использовать уже, то есть, мы пытаемся в данном случае автоматизировать доступ, да, проект LabGrid. Он позволяет организовать архитектуру таким образом, что, отступление, извиняюсь, в данном случае схема представлена в терминологии LabGrid. То есть, Explorer, в данном случае, это наш виртуал, который подключен к стенду. Клиент — это машина разработчика. И координатор — это новая сущность, которая появляется в этой инфраструктуре. Она позволяет обеспечить, то есть, то, что запускается экспортер, он себе подготавливает список ресурсов, которые к нему подключены, подключена плата, какие платы расширения к этой плате может быть подключены, и отправляет координатору. Когда клиент, любому из клиентов требуется подключение к плате, ему нужны определенные ресурсы. Он говорит из консольной строки, координатору говорит, мне нужны такие-то ресурсы. Координатор проверяет, есть ли такие ресурсы, если есть. И если они свободны, он их выделяет и дает добро клиенту, допустим, номер один использовать. Ну, в данном случае, на рисунке клиента номер два использовать стенд номер один. То есть, тем самым, мы получили ту систему разделения ресурсов, которые позволят друг другу не мешать к вам работе. На текущем этапе у нас система это реализовано. Мы пользуемся, поскольку у нас в текущий момент 10 стендов, уже немножко становится многих, мы используем просто мессенджер. Создали чат-группу, пришли, занял стенд, освободил стенд. То есть, довольно просто встал в очередь. Но когда их будет 30, то уже станет несколько сложнее. Поэтому давайте, тем более, заставить пользоваться автоматизированную систему тестирования чата можно, конечно, но могут быть особенности использования. И когда есть консольный клиент, который это будет гарантировать, это сильно упростится. Ну, и еще один маленький момент, совсем маленький, для организации самих поддержки стендов. Если у вас есть стенд, который содержит FMC-разъем, а для FPG-стенды это большинство стендов всего, ну, не большинство, извиняюсь, довольно много F-китов, особенно если вы на стойке их работаете, то они имеют довольно простую вещь. FMC-ID, который позволяет им дефицировать плату. То есть, если стенд, плата сама, дефицировать, исполнен таким образом, что вся цепочка доступна по E2C, то есть FMC-ID, это часть стандарта FMC-ID, кусочек памяти лежит маленький, доступна по E2S. Когда все соединяем, все платы, если их много, их можно теоретически обратить автоматом. Соответственно, мы когда запускаем на предыдущем рисунке Explorer, он автоматом опрашивает по E2S все платы, которые ему подключены, и отдает координату. То есть, работа в данном случае нашего отдела, который отвечает за стенд, отвечает за формирование его, сильно упрощается. И мало того, при использовании стандартных плат расширения, я сейчас исключаю, как раз говорю, что не стоит использовать, не рекомендую использовать собранные из модулей, из переходничков, проводков, это сначала первый старт быстрый, но потом больше потеряете время. Лучше сразу подготовить плату. Это личная рекомендация. И в случае подготовки таких плат в МСИ требование к опыту в схемотехнике сильно падает у человека, который должен это сделать. То есть, можно сильно больше людей попросить, поставь мне, пожалуйста, 4 таких платы на такой-то стенд. То есть, этому не нужно пользоваться схемотехникой, нужно просто в разъем плату вопнуть. После этого Explorer может сам забрать всю информацию, обновить ее в координаторе, и клиент получит доступ, когда и потребуется. То есть, в конечном итоге мы получили удаленый стенд, прошли пару, несколько относительно простых решений для решения повседневно возникающих проблем. Мы попытались решить систему, и при этом сильно усложнять всю нашу инфраструктуру. На этом я, наверное, закончу. Большое спасибо за то, что меня выслушали. Спасибо. Алексей, большое спасибо за то, что я думаю, это очень актуально для большинства компаний. У меня есть такой вопрос. А вот эта LabGrid-система, она позволяет, что, допустим, есть два разработчика, я допустил тесты, тесты закончатся в 4 утра, и чтобы автоматически запустились тесты у второго разработчика, то есть, чтобы организовался какой-то лист оживания, автоматически запустились. Да, эта система LabGrid, она предназначена как раз для этого. Суть, которую мы хотим использовать, то, что человек может, если стенд занят, допустим, стенд один, эксплойер один, занят клиентом номер два. Клиенту номер один тоже потребовался те же самые ресурсы. Они где-нибудь установлены, кроме какой-то плате. Он приходит, также в контроле делают заявку, и до тех пор, пока он не освободится, ему разрешения никто не даст. То есть, теоретически сами встают в очередь, получая так. То есть, именно это как раз и есть цель применения LabGrid с нашей точки зрения, с колесоводов. Потому что у программистов есть более грандиозные планы по поводу использования эту систему. Нам же нужно это просто. Поскольку мы на довольно низком уровне работаем, то у нас чаще просто руками приходить на стенд, мы будем это делать для нас. Для нас это просто общее распределение, мало того, что с программистами общие. То есть, мы будем пользоваться одной и той же системой, и при этом не сильно друг другу усложнять жизнь. Да. Так что да, очереди позволяют. Извиняю, долго снять. У меня еще есть второй вопрос. Наверное, большинство знают, что есть у Озона еще, это дата-центры со фигашками, у них это все в консорсиях, это вся машина распределения на датчик. То есть, не смотрели в эту сторону, то есть, пойти экспресс, заливать на фигашки, там прокидывать по всяк, то есть, возможно, эта часть проблем решила. Не смотрели ли это? Какой вариант? Здесь вопрос такой, что этот вариант я слышал, но не рассматривал подробно, ввиду того, что перед нашим отделом стоят определенные задачи, в которых вся экспресс конфигурирует только периферийное устройство. То есть, мы не можем его рассматривать и занимать те порты, в данном случае FMC-порты, которые мы можем просто переключить на другую периферию быстрому. То есть, мы не готовим специально для этого плата, мы используем готовые отладки, которые позволяют нам собирать довольно интересные вещи, и мы планируем, Анатолий еще раз скажет, впереди сбор кластера. И это тоже попытка облегчить работу с кластером. Здравствуйте. А я правильно понимаю, что вот этот инструментальный IPC, это как какая-то, ну, обычная группа, аристовый телефон, и это какой-то гипервизор, типа отроксмобс, на котором уже будет и виртуалки, и в них проброшенный USB. Здесь непринципиально. О чем вам будет удобнее, думаю, на том и делайте. У нас сейчас два варианта пытаются пробить. С стороны программистов, это Proxmax, если не ошибаюсь правильно называться, с моей же стороны просто ограничен тем, кто сегодня на стендах, на наших, стоит просто бунт 20.04, по-моему. Ну и, соответственно, да, я сейчас пытаюсь это сделать, чтобы это работало конкретно. Ограничен тем, что я не могу выключить те стенды, которые уже включены. Я должен сделать это аккуратно, максимально, чтобы ничего из сети в этот момент не вывалилось. Менять операционную кинулитую я точно не могу. Мне не займет длительное время, стенды выпадут из работы. Представляете, вот эта система, вы сказали, есть ли какие-то функциональные зори, например, что заработчики часто получают акции больше, потому что все машины заняты. И, например, на какой отношении сейчас развалися? И вот это, если можно обратить внимание на плагирование, какое-то выяснение? К сожалению, с лабгридом я не подскажу. То есть специально отдельный вариант мы пока не прорабатывали, ввиду того, что мы сами полностью не реализовали эту схему. Хотя я думаю, что это было бы действительно хорошим вопросом для реализации и отладки. Но у меня была мысль того, что можно мониторить по USB-хабу, по активности USB-хаба, и просить разработчика освободить стенд, если нету активности по USB-хабу. Здесь как раз тема такая. То есть то, что я вначале показал по HV-серверу, он открывает свой порт доступный, и уже с hardware-менеджера, то есть с машины разработчика, клиент 0, клиент 1, hardware-менеджер подключается к HV-серверу, запущенному на Explorer. И получается, что это все зависит от того, как устроен сам софт, что он позволяет. Потому что UART можно, с одной стороны, пробросить на клиента, а с другой стороны, можно зайти на XPR и там запустить Minicom. То есть это зависит от того, что нужно, от того, что может софт, с которым ты пользуешься. Ну, естественно, да, хочется, чтобы это полностью выглядело, как ты работаешь на локальном компе, вот плата с тобой лежит, это проще всего, проще для всех. Ну, правда, того, что софт не всегда это может предоставить. Извиняюсь, давай там мужчину уже, какой раз. У нас были предложения по поводу использования подобных плат, в частности Nokia, по-моему, их называют. Но, когда у нас в планах стоит кластер порядка 20 плесен, плесены будут располагаться очень плотненько. Обеспечить питание эти Nokia на USB-портах навряд ли смогут лучше, чем промышленный USB-хаб. Соответственно, из этих предположений я делаю вывод, что вешать 30 Nokia будет все-таки накладнее, чем 2-3 компа больших, они их вешают все в USB через USB-хаба. Смотри, компа больших, они не делаешь, да? Да, конечно, и трех, конечно. Здесь как смотреть. Проблема, говорите, что USB-порт отваливает. У нас переносовано. Нет, как бы, не отбал актуал. Единственная проблема бывает, что это сеть. Я искренне рад за вас. У нас за эту неделю раз 30 отваливались в USB-портах. Вот только за эту неделю. Здесь вопрос цены, да, правильно сказано. Но на первом этапе, если ты в данном случае, я считаю, сэкономишь, то потом 30 разработчиков потеряешь во времени это. Я думаю, что в данном случае решение с USB-хабом и компом будет надежней. ФМС-ид, это по сути просто память. Память 2С доступная. То есть на самой плате, если это реализовано, тоже может быть не реализованы вопросы. Материнское плате, так ее будем называть. Мы подключаем устройство, и плата расширения, содержащая память, становится доступна в общей цепочке и 2С-цепочке. Соответственно, мы подключаясь к программатору, внешнему, ну, переходником USB и 2С, соответственно, просто вычитываем все участки памяти, которая нам доступна. А если по стандарту, который описан в МСИ, он в ссылке на один интелский стандарт, я, к сожалению, сейчас не помню, как он правильно называется. Там есть описание аллеи, которые характеризуют самоустройство. То есть мы, по сути, учитываем их ID, хэши, как их назвать проще всего. Я не знаю, смог я ответить сейчас на ваш вопрос. То есть, да, FMC здесь, я говорю, как часть решения стенда. То есть, это плата решения стенда. То есть, это как дополнительный ресурс на самом стенде. То есть, вот, видимо, я не доправильно выразился. На текущий момент мы используем ВИНТИ. Да. То есть, оптимальным, несложно сказать, какой из них будет оптимальный. Оптимальный локально. В данном случае, если рассматривать удаленные рабочие столы, то мне бы лично было удобнее этот X-сервер запущенный, который я могу с терминалкой запустить. Почти у меня на кампе запущено. То есть, через Nuxo X-сервер для меня лично было бы идеальным вариантом на удаленном стенде. Тогда Павел Дима, спасибо. Спасибо. Продолжение следует...